Концепция благоустройства Матищинского лесопарка обретает реальное очертание. День жилищно-коммунального хозяйства на этой неделе начался с презентации схемы дорожно-транспортной сети, составленной сотрудниками лесопаркового хозяйства. Разумеется, в работе было учтено мнение мытищинцев, а ранее они могли внести свои предложения. Теперь же время реализовать задуманное. Разработали вот такие схемы размещения дорожно-тропиночной сети с покрытием из твердых, мягких и инертных материалов на территории лесопарка. Здесь расписана точная схема уже с размерами и длиной этих дорожек. Основные дороги в Матищинском лесопарке будут выполнены из инертных материалов, что позволит с комфортом передвигаться по ним велосипедистам и родителям с детскими колясками. Второстепенные тропинки засыплют щепой. Кроме того, заболоченную почву планируется накрыть деревянным настилом. Также намечены лыжные трассы. Они и основные дороги будут освещенными. Общая протяженность линии электроосвещения 9 километров. Другой важный момент. Вблизи Матищинского лесопарка со стороны Осташковского шоссе появится дополнительная парковка. Правда, есть опасения, что ее очень быстро оккупируют жители близ стоящих многоэтажек. Выход предложил начальник управления ЖКХ благоустройства Александр Черняев. Ее можно в конце концов разделить на две части. Первая – это для тех, кто приезжает в качестве гостевой носов, допустим, там не более трех часов. И вторая часть – предложение организационное. Те, которые будут ставить на долгосрочную, если там действительно жителям нужно будет. Разумеется, благоустраивая будут не только Матищинский лесопарк. Лесопарковое хозяйство получило список территорий, которые необходимо привести в порядок после демонтажа незаконных торговых объектов. Из них три требуют срочных действий. У нас из срочных, значит, Новоматищинский, улица Летная и станции Матищи. С чего начнем? Станции Матищи, да? На участке, который освободился на улице Колонцова, будут высажены ели и кусты. Там же предусмотрено пространство для автомобилей. Два пустующих теперь пятачка на Новоматищинском проспекте решено оснастить лавочками. На улице Летной на месте демонтированной палатки появятся декоративные деревья. И, конечно, на всей территории городского округа Матищи ожидается большая уборка. Месячник благоустройства начнется в апреле. Начиная с 1 апреля, структурные подразделения администрации и специалисты будут обследовать конкретные микрорайоны городского округа Матищи и выдавать предписания об устранении нарушений. В частности, приведение в надлежащий вид фасадов, уборку несанкционированных навалов мусора на территориях, непосредственно прилегающих к производственным предприятиям, организациям, учреждениям. Кроме того, каждую субботу планируется проводить мини-субботники. Уже традиционно к этим мероприятиям привлекаются учреждения образования. То есть, они наводят порядок на свои территории, ну и оказывают им помощь лесопарковое хозяйство. 20 апреля состоится большой субботник. В этом году Московская область предлагает уделить внимание вылетным магистралям. В городском округе Матищи это будут Ярославское и Дмитровское шоссе. По словам Александра Черняева, за зиму вдоль этих трасс накопился строительный мусор. Его вывезут заранее, а в час икс с обочин уберут бытовые отходы, посадят растения. В этом сезоне специалисты жилищно-коммунального комплекса хотят инициировать еще одно мероприятие – очистку лесного массива от бурелома. Новые лесопарковые зоны нами были предоставлены на имя председателя комитета лесного хозяйства советников информация, где необходимо провести им санитарную очистку, где, по нашему мнению, большое количество бурелома и ветроваловых деревьев. Это порядка где-то 7-8 участков получается на территории округа. О грехе в работе регионального оператора по обращению с ТКО сейчас, когда муниципалитет в преддверии майских праздников начнет преображаться, будут особенно заметными. Ситуация в очередной раз была проанализирована. Представителю ООО Сергеева Посадский региональный оператор задали вопросы, но дать однозначные ответы он не смог. Чтобы не слышал больше здесь, я не знаю, я не хочу. Четко отвечайте на поставленные вопросы. Сроком недели. На следующей неделе, если решения не будет по частному сектору, по территории города, значит, Пестов об этом обязательно узнает лично от меня. Также жестко Александр Биряков потребовал решить и другие наболевшие проблемы, связанные со сбором, вывозом ТКО и расчетом платы за эту услугу. Надежда Трифонова, Алекс Степанов, информационная программа «День».